В Витославлицах завершается первый этап большой реставрации. На очереди следующий. Сегодня Новгородский музей-заповедник организовал пресс-тур для журналистов. Алена Сувтина расскажет о втором рождении памятников деревянного зодчества. Виктор Александрович приезжает в Витославлице каждый божий день, как на работу. Впрочем, на эти два года это и есть его основная деятельность. Создать проект по реконструкции деревянных памятников и положить на полку – это не про него. Контролирует каждый шаг рабочих и вместе с ними придумывает что-то новое. Реставрирует ведь на века. На первой кровле у угла такая планочка прибита. Потому что вода всегда течет и на этот угол текла. И мы вместе придумали такой водоотвод. Сколько бревен уже поменено в этих избах и церквях, сосчитают потом. Ясно одно – объем работ гораздо больше, чем предполагали изначально. Увидеть обновление сможет даже неподкованный зритель. Деревянные купола и кровля пока еще буквально сияют на солнце. Мы специально, то что снаружи, мы их не тонируем никак. Потому что через где-то полтора, два, три года это все естественным образом сравняется. Церковь Николая Чудотворца из деревни Высокий остров Акуловского района построена в середине 18 века. Просторная и светлая, с действующей колокольней. Теперь после реставрации у храма начнется и вовсе новая жизнь. Студенты Санкт-Петербургской государственно-промышленной академии имени Штиглица воссоздают иконостас. Было принято решение делать копии, причем не фотокопии, потому что храм, вы видите, очень яркий, большой, освещенный. И хотелось бы сделать что-то более, чтобы была вложена душа человека все-таки в копии. Реставрационные работы в Витаславлицах начались ровно год назад. Работники музея-заповедника признаются – раскачивались долго. Нарастить темп помогает нынешнее солнечное лето. Девять объектов из 21-го вот-вот будут готовы принять посетители. Осталось лишь благоустройство. И тут же приступят ко второму этапу. Это вот четыре избы, которые находятся на центральной деревне улицы и церкви деревни Кашет. А это на какой период времени? Это все планируем закончить ровно через год полностью. Уже весь музей открыть вместе с благоустройством и со старшими сетями, которые мы здесь тоже делаем наружение внутренней сети. Новые инженерные сети, громоотводы, пожарный водоем – работы ведутся буквально в каждом уголке музея деревянного зодчества. В церквях, хозпостройках. В музее деревянного зодчества также ведутся активно работы по восстановлению фруктового сада графини Орловой. Когда-то здесь были и груши, и яблони, и вишни. Саженцы именно тех сортов растений появятся здесь уже следующей осенью. Обновленный внешний вид требует обновления и внутри. Сотрудники музея уже готовят новые экспозиции в крестьянских избах, а в знаменитой мельнице, где был восстановлен механизм, по большим праздникам обещают даже молоть муку. Алена Сувтина, Галузгий Вандян. Новости. Новгородское областное телевидение.